Всем привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на матчах Южной Америки. Сегодня у нас 2-3, и причем матчи обещают быть очень интересными, особенно первый, Бискос против Тандер Предатор. Вот, вчера я комментировал с Дмитрием, инмейтом Филиновым, сегодня со мной Дарья Эритель-Морозова. Привет, Даша, добрый вечер или ночью? Доброе утро уж тогда, да, для некоторых, я думаю, уж точно. Ну, для кого-то, да. Ну что, у нас тут действительно сливки перуанской доты собрались, я бы сказала. И Тандер Предатор такой коллектив, который на большом подъеме, я скажу, последние месяцы. И я думаю, что здесь будет очень крепкая каточка с ними. То есть тут, я думаю, три карты в большой вероятности можно ожидать. И пока я жду такой крепкой доты. Ну, посмотрим, да. Обещают пацаны хорошо поиграть в ее, потому что очень редко, вот недавно только начал смотреть первый дивизион в Южной Америке, и как в Северной Америке у меня складывается ощущение, что, в принципе, здесь команды, вот есть буквально парочка таких прям очень-очень крепких фаворитов. Все остальные, они там друг с другом месяца, и там, черт пойми, что происходит. За призовые скорее, чем на слоты на мажор, да, рассчитывают, это уж точно. А знаешь, местами я бы сказала, что сейчас Южная Америка даже крепче, чем Северная, вот именно по составу команд, по мощности этих команд. И Тандер Предатор я бы выделила фаворитами наравне с Бескост, которые, конечно, я думаю, что многие ожидают, что будут проходить на сам мажор, получать этот слот. Но, тем не менее, когда вот шли у нас онлайн-лиги, огромное количество турниров, которые были совмещены с Северной Америкой, у Южной, Бескост вообще ничего не могли. Они никогда не добирались за хороших призовых мест, и иногда даже в плей-офф не выходили из групп. Так что тут посмотрим, может, их и задавит кто-нибудь. Вот Тандер Предатор как раз-таки те парни, которые могут их задавить. Я, наверное, в таком случае обращусь к нашим партнерам ГГБ, и посмотрю коэффициенты, что там у нас. 1.63 на Бескост, и 2.22 на команду Тандер Предатор. То есть, в принципе, номинально Бескост является... Достаточно ровно, да. Такими небольшими фаворитами, пожалуй. Но практика показывает, что если одна из команд... Ну, если они вдруг проиграют первую карту, то там на серию коэффициенты там становится что-то порядка. 1.15, 1.25 на команду, на которую было 2 с лишним. Так что надо посмотреть за первой картой. Но тут вообще всякое бывает. Я уже многого насмотрелся на этой Южной Америке, и даже в верхнем дивизионе порой некоторые моменты вызывают такие прям очевидные вопросы. В общем, ни одной игры Бескост я не видел. Ни одной игры Тандер Предатор я не видел. Надеюсь, что они, собственно, смогут чем-то удивить. Ты не видел легендарного Кэри Абаддона Тельчачи? Нет, ну, так-то видел. Просто конкретно в этом DPC сезоне, скажем так, я не видел ни одной их игры. Так-то понятно, там, что Ки-1, он на всяком любит. Вот на Рейс Кинге сейчас нам покажет свою коронную игру. Ну, Тандер Предатор тоже довольно неплохой драфт, если честно. Я бы даже, наверное, отдал бы ему предпочтение. Рики, Слардар, Пангольер, Коттл. Только почему они решили... А, может, у них Медовый Пангольер, кстати? Нет, 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 он у них всегда на тройке катает. Я сейчас как эксперт по южноамериканской доте скажу то, что здесь все напикали, ну, почти свои сигнатурочки, можно так сказать. То есть они серию, как минимум за серию разочек, все пикнут у тех персонажей, которых мы сейчас видим. И вот Коттлау очень любит Тандер Предатор, и у них Пангольер на тройке любит катать, а Селедыча могут на саппорта поставить. Хотя вот как они здесь решат представиться, это вот вопрос. Но вообще почти, ну, наверное, 99% случаев у них Пангольер шел вот именно на тройку. Но здесь не знаю даже, возможно, действительно его в мид поставят. Но Лео Стайл, он не любитель таких персонажей, и он у них на миде любит всяких там ДП, шекпаков, вот там, спиритов каких-нибудь. Он вот больше по таким. Понятно. Просто Пангольера вообще как-то я так подумал, что в мид ставить не очень хочется, потому что там Гримстроук, который будет его контрить очень сильно. Его, в общем-то, и на тройке тоже он будет подкантривать. Да и линия у них какая-то, получается, откровенно говоря, дурацкая. Такая себе, да. Пангольер-Слардар какой-то, что ли? Ну, если Пангольер-Коттл, нормальная линия. А Слардар-Пятерка-Крики против Локверка-Марса нет, он там тоже стоять не сможет. Поэтому, ну, я, честно говоря, не знаю. Мне вообще кажется крайне странным, что они берут Слардара в виде Врейс Кинга Гримстроука. Мол, зачем? Как бы это линия, на которой Слардар будет довольно трудно, как мне кажется, стоять. Можно было найти опции получше, если посмотреть на стадию драфтов. Что там у нас вообще из хардлейнеров убрали. Биста убрали, Тимбера убрали. Тайд вот был, 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 а, подожди, подожди, Тайда тоже убрали. ДП, Тайд и Веномайнсер, да, был убран еще. То есть довольно много хардлейнеров. Ага, пятерка Феникс, видимо, у них будет сейчас. Ну, похоже, да, похоже, это пятерка Феникс, Пангольер-Мид и Слардар-Коттл, или это Слардар-Феникс, Пангольер-Мид и Коттл на линии с Рикимаро. Я бы сказал, что это более такой классический вариант расстановки линий, но, может, тут Андерпреда что-нибудь придумают. Вообще, кстати, Феникс очень крут, потому что против Феникса нет пока ни одного героя. Вот, появляется Снэпфайр. Герой против Феникса, да, Разбиватель есть. Да, Разбиватель есть. Что-то она раздвоилась. Интересно, конечно, почему именно Снэпфайр решили взять, поскольку сейчас на мид есть персонажи типа Лины или Мираны, они получше будут. Снэпфайр медовая, она в этом патче, к сожалению, очень-очень плохая. Я не знаю, зачем ее настолько сильно занерфили. Мне так нравился этот герой на миде в прошлом патче. Даже на нем счет выигрывал. Вот. А сейчас это, ну, не то, что неигравельный персонаж Смид, но он настолько стал хуже. Это просто невыносимо. Слишком заметно, да. Да, вот этот вот плевок, который стал зависеть от ультимейта, ты даже на 18 уровне не можешь получить тот профит с плевка, как вот ты получал, там, например, на 13 минуте, если ты Смиды Аганим выносишь, крайне быстрый. В общем, это очень-очень плохо. Конечно, лейт потенциал все равно у бабки довольно суровый. На 25 уровнях, там, с этим, с рапирами, с мультишотами, там, по всем сторонам с Лил Шреддера. Это, конечно, да, никто не спорит. Вот, по-моему, у нее же остались эти таланты. Я вроде ничего не делаю. Просто на ней уже очень давно не играл. Вообще никогда не видел ее в ММе даже. Вот. По-моему, у нее эти таланты остались. То есть в лейте она довольно сильная, но в остальных моментах как-то не очень хорошо. Как раз как Мора ее полюбили и начали использовать даже в последнее, вот так вот, скажем, издыхание этого патча, как вот физ дэмэдж дилера за счет ее талантов, особенно талант на Лил Шреддера, который показывал, ну, дичайший импакт, тут иначе ты и не скажешь. И в итоге у нас все-таки получается медовый пангольер, который будет стоять на линии против бабки. Нет, да, против бабки. Крис Лак будет играть у нас на Snapfire. И интересно, что из этого выйдет. Все-таки медовых бабок у нас, наверное... Мне кажется, что с новым патчем действительно вот единицы осталось. Там даже на саппорта далеко не все топируют сейчас этого персонажа, но и тем более на Кора перестали и вовсе об этом не задумываться. Как-то вот просто забылись все эти связки, которые использовались раньше постоянно с этим персонажем. И вот он просто как бы есть. И посмотрим, как получится у Бисткос. Все равно у Бисткос достаточно сильный драфт, даже с этой понерфленной Snapfire, потому что у них довольно много сетапов от этого Snapfire. Очень удобно будет работать ультимейтом именно бабушки в этой игре. Может, она вообще даже откажется от Аганима. Теоретически, когда герой настолько сильно нерфит ему одну из сторон, ты просто либо отказываешься играть на этом герое, ну, потому что эта сторона, ну, сильная сторона его перестает работать, либо просто пытаешься отказаться от этого... от этой концепции и пытаешься использовать какую-то другую концепцию. Ну, например, там, гривзы купить или, может быть, выходить в какой-то очень ранний ДПС руками. Хотя, ну, до 20 уровня, повторюсь, в этом нет смысла, да. Там даже в прошлых вот патчах, когда Snapfire на мид ходила, возникали такие вот проблемы, да, проблемы богатых людей, что называется. Когда ты идешь на бабки в мид, вообще просто в ноль его там выносишь, поскольку герой очень простой и практичный, на нем крайне легко играть. Вот, быстро берешь травала, быстро берешь аганим, быстро берешь даггер, вот у тебя там, ты там за 20 минут, грубо говоря, укомплектован вот этими вот артефактами. Ну, а дальше тебе что? Тебе дальше надо, наверное, физ ДПС потихоньку выходить. Начинаешь выходить физ ДПС и дальше продолжаешь стомпить, и у тебя там на 18 уровне какой-то Дейдалус появляется или там МКБ, а 20-го еще нет у тебя, и ты ходишь с этим Дейдалусом, он просто мертвым грузом лежит, потому что, ну, он вообще не дамажит, как бы, с Лил Шрадера. Ну, просто бессмыслица, как бы, МКБ лучше, да, МКБ лучше было, но вот если ты хочешь Дейдалус, то Дейдалус, он как бы перспективнее, чем МКБ, именно вот на 20-м плюс уровне, там, если миссов ни у кого нет, то было прикольно. Ну, вот знаешь, за все то время, которое мы кастили первый дивизион Южной Америки, я помню только одну бабку Кора, она ходила на третью позицию, вот дай бог памяти, либо у Бесткост, либо у Тандерпредатор, у кого-то из этих двух коллективов, и там она уже выходила полностью в билд через ауры, через бафы, то есть это действительно были грифсы, там дальше еще шли какие-нибудь предметы на мотив пайпа и прочее. То есть там даже никакой мысли не было не то, что у Афис Дэмэджа, но и Аганима тоже там не предусматривалось никакого. Но здесь, если честно, я вижу в целом какой-то в этом потенциал, то есть можно плюнуть Марсом, можно плюнуть ВК, и это будет очень хорошо смотреться. Можно плюнуть и под Марса, и под ВК, что самое забавное, крипочком каким-то, если, допустим, там ВК с дайгера начинает драку, или Клок врывается, или Марс ставит арену, то есть в принципе сам по себе герой очень хороший здесь, но он невероятно занервлен. Ладно, давай посмотрим. Если вот как-то номинально сравнить драфты Радиант и Дайер, у Радиант куча станов, куча нюков, и я не знаю, если они слишком сильно линии не проиграют, они не должны, на мой взгляд, линии слишком сильно проиграть, они, мне кажется, в мидгейме просто затопчут. Вот, серьезно, они будут бежать и убивать. Сейчас пытаются здесь, конечно, ребята отбить. Ну, ой-ой-ой, тут уже все очень плохо. Пытаются отступить. Пангольер есть с Вишбакл, но Скотилд ставит Коги. Вынужден он, видимо, эти Коги прокачать, для того, чтобы не пустить ни одного из игроков вражеской команды дальше. Что он, правда, на первом левеле с этими Когами делать будет. Ну, наверное, потолкает, там как-то ману пожжет. Да, хотел бы он, конечно, больше брать себе батарейки. Но сейчас уже перемещается на верхнюю линию, и там будет Висперу помогать. У них вот отличный сетап на этой линии, они частенько фрагуют, вот именно в такой паре, когда находятся. Они часто берут этих персонажей, хотя Виспер огромный любитель до сих пор, несмотря на все патчи Фениксов Хардлейн. И вот как раз-таки на прошлых матчах он его брал, здесь пока не показывал, да. Но прям действительно по заветам прямо Паша. Отличный герой с милишником на четверке работает просто безупречно. Не сказал бы, что это уже какая-то экзотика. Сейчас в доте вообще экзотику сложно уже увидеть. Как правило, у нас, конечно, есть классические, там какие-то, да, вот позиции, там, например, для Феникса 5, для Рики это Кэри. Но я не удивлюсь уже ничему, наверное, если что-то увижу. В Америке я бы сказала, что обычный Феникс не 5, а 4, но некоторые коллективы используют его как пятерку, действительно. Но все-таки чаще именно 4 эта позиция. А вот Рики в Южной Америке, это всегда одно и то же. Это где-то минуте на 30 у тебя 20-0 фрагстат, и ты бегаешь с кучей предметов и совершенно просто никого не ощущаешь. Не знаю, здесь это получится или нет, но вот этот Рики американский, он всегда работает именно на сноуболе. И Рики имба. Рики имба, один герой только его контрит в этом патче, это Пак. Вот, если Пака нет возможности пикнуть, то берешь просто Рики и, как правило, ничего не боится. Ну, это просто очень хороший герой у тебя будет. С талантом на 25-м особенно, да. Да, если он по какой-то причине проиграет игру или ему будет там как-то не в мидгейме тяжеловато, то это явно не в Рике. Проблема, это проблема, что вы что-то явно делаете не так, да, у основных линий проиграны, которые не должны быть проиграны. И все в этом духе, вы просто хуже играете. То есть Рики в отсутствии Пака, это, мне кажется, как бы такой драфт, который ты берешь и даже не думаешь. По большей части. Хотя я сейчас на СНГ и Европейском регионе вижу, что там Бристлбек что-то побеждает. С Кэрри, видимо, позицию тоже. Две игры выиграл. Я так как-то заглянул, там прихожу. Да, появляется. Матча Пурса против Бристлбека. Думаю, ах, все понятно. Потом захожу, Бристлбек выиграл. И сегодня тоже опять там Урса против Бристлбека. Захожу, он опять выиграл. Блин, прикольно. Может, Бристлбек будет хорошо работать. Посмотрим. Да, на самом-то деле, знаешь, мне нравится то, что это не просто Бристлбек, а это именно Бристлбеки-быки такие, которые с самой линии идут и начинают давить. Набирается и Мангусов побольше, там пытается выйти в какой-нибудь быстрый Сулринг и уже с этим всем выходить и разматывать лица через спрей. Так что это очень круто смотрится, на мой взгляд. Так что надеюсь, что это и Метой как-то устоится. Там на Сколпу вверху чуть было не погиб, но сейчас у него получилось размансить наверху. И он мало того, что Феникса без мана оставил, так еще и выжил в итоге. На базу слетался, там еще и смог порегениться и вернуться обратно. Знаешь, мне кажется, что популярность вот этих вот Бристлбеков обусловлена двумя моментами. Первое — это популярность котлов, которые хорошо с ними сочетаются. А второе — это очень крутая новая Тараск. Сердце Тараски. Оно очень-очень хорошо подходит Бристлбеку как, в принципе, билдообразующий предмет, где-то ближе к Лейту. Знаешь, и Блинк силовой тоже хорошо смотрится. Да, и Блинк силовой. Прям вообще сказка. Да там, наверное, и Агильный Блинк тоже на нем не так уж и плохо смотрится. Какой-нибудь скупил себе Abyssal Blade, ворвался из Блинка, там, догнал, накрутил стаков, там, бам-бам-бам, одного, второго, третьего, там, забашил, убил. Ну, короче, прикольно смотрится. Так, пока мы видим, что по стадии Лайнинга. Слардар 11-4, то есть как бы он на этой линии не доминирует. Слардар очень любит на линии доминировать. На этой линии он не доминирует. Врейс Кинг свой фарм получает. И при достаточно большом желании Крис Лак про... Ой, Крис Лак Кей-1 просто может уйти в лес уже где-то там с пятым уровнем, когда скелеты будут в три. Спокойненько будет лес прокачивать, и Гримстрок там будет откидываться первой своей способностью. Можно её даже будет взять в... Два на третьем уровне. Обычно берут Инксвелл в два, чтобы там радиус подальше можно было бросить, как бы там застанет сильнее. Это приятно. Вот, но если тебе нужно отпушить линию, конечно, первая способность очень полезна. Так, в топе пытается у нас MJZ отпулить пачечку, Скофилд мешает. Скоро баунти руны, нужно подумать о том, как забирать. Хотя, скорее всего, баунти без коста вообще никак не возьмут. Линия всё время на них пушится. Из-за котла. Вот в топе у них шансы неплохие. Да, они могут два на два просто распределиться, и всё в целом-то. Ну да, видим то, что как-то довольно агрессивно мешает Рикки. Да, у него крипстат не такой уж и плохой. Даже довольно много крипов он набил. Но при этом его прямо по КД харасит Виспер. Его постоянно мешает ему Скофилд жить. Не сказать, что сладкой жизни. И Свардара-то всё-таки убили. Крислак пришёл за Гангал, и с Хастой смог это сделать. Правда, кажется, с рунками проблемы всё-таки возникнут у без кост. Хотя нет, смотри-ка, сейчас три руны законтролят. Да, три руны для без кост. Отличное начало. Неплохо, да, Снэпфайр. Не зря прибежала. Скиллы свои выдала. Тут Пангалер пытается докопаться. Да, Снэпки, ну... Сейчас он может объяснить, так что лучше приходите. Да, тут ещё и Клокверк был неподалёку. Если бы Лео как-то более наголо бы себя вёл, можно было бы попытаться даже у него скиллы какие-то сбросить. Сейчас у Снэпфайр появится шестой уровень. Ога, Пангалера быстрее появляется шестой. Он так сразу поканул. Раскастовал ультимейт. Отменил, конечно же, потому что, ну, убить им никак Снэпфайр не сможет. В данной ситуации просто пытаться как-то прохарасить соперника, ну, бессмысленно. Ты его либо убиваешь, либо не используешь ультимейт. Конечно, и Пангалера, и Снэпфайр хотят сейчас свои ультимейты нажать где-то на сайдах и помочь делать фраги, но для Снэпфайра эта задача выглядит более простой. Да, и знаешь, хорошо было бы выйти на топ, допустим, под ульту Марса, когда она у него появится. Или, возможно, с когами что-то придумать такое хитрое. Довольно много сетапов. С любой стороны можно через ульту кого-нибудь фрагануть, просто потому что на каждой линии есть какой-то контакт. Они сейчас в пот пойдут, не? Не пойдут? Просто нашла бабушка у нас руну регенерации, и тут вроде бы как вардов на эту руну нет, но должны парни... Наверх пошла. Да, наверх. С телепорта причем, да? Тут сразу же еще и Смоуки. Вот у нас пошла ульта Снапки, ульта Tricks of the Trade от Рикки, но не сильно это его спасает. Так, немножечко Феникс поближе подлетел, чтобы, может быть, как-то блинком удалось Рикке уйти, но ничего не получилось. Счет 2-0, вот Снэпфайр отлично свой ультимейт реализовывает. И обратно на мид. Не знаю, мне кажется, вот покупка Сол Ринга совсем лишняя на Снэпфайр, вот на вот этой вот, потому что у тебя так все хорошо, вроде бы, на миде, и боттл есть, мне кажется, этого вполне достаточно, но вот еще с прошлого патча большинство игроков привыкли покупать Сол Ринг на Снэпфайр. Да знаешь, медовые бабки, как-то я замечала, больше любители были брасерков, хотя бы один брасер купить, и вот изначально у нее было 2 гантели, я думала, что она все-таки тоже брасера пойдет так, для жира. Ну и так тоже видим, что у нее с этими Сол Ринговскими как раз-таки бафами у нее уже 1000 хп есть, и она сразу же намечена на Аганим. То есть он появится. Да, старая сборка. В принципе, здесь большое количество станов попадать вот этим вот Аганимным, Аганимным вот этой плюхой, очень легко. И почему бы не попытаться как-то так сыграть? Тут что-то у нас, печенюху так используют как-то безопасно. Крис Лак, не знаю, может мискликнул, развернулся. Нужно, наверное, на восьмом уровне подумать о прокачке Лил Шредера, поскольку там близится десятая минута, Феникс может резко, хотя тут Феникс ничего не апнет. Ну на всякий случай все равно там прокачать Лил Шредер в единичку стоит чуть-чуть попозже, либо на следующем уровне, либо через уровень, потому что, ну, вы же бабку зачем взяли? Да, зачем взяли бабку? Наверное, потому что у вас, ну, и сетап под бабку хороший, и еще, как бы, Феникса вы подкантриваете вот этим вот Лил Шредером. Ну, как бы глупо было бы Лил Шредер не подкачивать, раз уж вы, ну, как бы взяли снафайр Феникса. Руна невидимости спаунится в топе, Лео подбирает эту руну, получает чакру, отступает. Ну, тут пока, в общем, без каких-то эксцессов прям серьезных, только стадию ланинга Рейдинд очень хорошо выиграли. Мне кажется, что с учетом выигранной стадии ланинга они в мидгейме вот за чуть-чуть большого количества станов и нюков они должны просто задавить своего соперника. Поглядим, Сайланс, Свелл, попытка забрать Слардара. Бабка приходит, станет, дробовиком убивает. Ну что ж, чисто сработано, Олд Сингер справился с задачей, с тем, чтобы законтролить этого Слардара. И Лео Стайл бегает в инвизии, хочет, что он зацепит Сингера, не попадает по нему свэшбаклом, и теперь вынужден нажимать инстимативную способность, но все равно никого явно не получится убить, придется отступать. Такое, конечно, у нас здесь произошло от него. Причем Лео Стайл сильно отстает по деньгам от бабки, судя по всему, из-за того, что и Норигент сильно потратился, и бабка еще сверху профраговала, поэтому разница уже существенная. Ну и видим то, что Виспер снова через арену сделал фраг, теперь он забрал Феникса. Линия на Харде так хорошо уже устоялась без пост. Вот я, кстати, говорил здесь по поводу хороших героев против Рики, что самым лучшим персонажем против Рики является Пак, а если так подумать немножко, то, в общем-то, Гримстрок тоже довольно неплох. Вот сейчас пытаются убить Слардара в очередной раз, не стесняются использовать ультимейт Снэпфайр, чтобы урона точно хватило на Снэпфайр, нападает Коттл и Панкалер, но им элементарно не хватает дэмэджа для того, чтобы даже заставить. Слардара, да, уже трудно реализоваться как-то в этой жизни. Очень уж мало он имеет денег, у него один пауэр третс, очень долго явно будет идти к блинку, а команда хотела бы еще и какие-то бафы получить, я не знаю, Владмирс какой-то на его совести, чтобы был. Но тут пока вообще ничего не получается реализовать, конечно, и низкие левелы пока что у саппортов даже никто и не близится к шестому, хотя десятый минут уже есть, но вот четвертый у Феникса и у Котла тут даже книжка не поможет. Закончи свою мысль по поводу Гримстроука. Гримстроук ультимейта может Рики подконтрить, если он его свяжет с кем-то. Дело в том, что вот эта механика Лиша, какая есть у Гримстроука и у Пака, соответственно, с его дримкойлом, она не дает Рике использовать две способности своих, которые являются одновременно и эскейп способностями, и атакующими способностями. И для него это, конечно, большая проблема. То есть он и напасть нормально не может, когда он находится в Лиша, или как она там русская в этой озвучке, в переводе я уже не знаю. Я уже запутался там во всех этих оцепенениях, о немениях и прочем. Я по-английски знаю, он не английская дота. И, соответственно, спрятаться тоже никуда не может. Вы просто даете в него там Dreamcoil или Soulbind и просто туда скиллов побольше накидать, и вот тогда это как бы должно круто выглядеть. У нас в очередной раз умирает Пангольер. Хотя что значит в очередной? Он умирает в первый раз. Но для мидера 0-1-0 статистика за 10 минут, это, я вам скажу так, вообще для любого героя статистика 0-1-0, неважно для какого, даже для Террор Блейда какого-то, казалось бы, эта статистика не очень хорошая. Хотя бы где-то помочь ассистам какой-то получить или там помочь вышку какую-то спушить. Любой персонаж обязан. Это факт. И причем этот Пангольер, у которого очень рано появился Живелин, он так и не смог найти способы его реализовать. И сейчас, чем дальше, тем менее полезным он становится. И причем тут пытается как-то наскрысти тебе деньги на Пауэр Трэдс, и явно тайминги у него очень сильно страдают. Хотя, казалось бы, вот Рунку подобрал где-то, инвиз, еще что-нибудь, но не получается реализоваться. Ну и очень хорошо ПК поднялся, да. Вот видим то, что он без Медаса, но он имеет топовый нетерс в команде и близится так довольно хорошо уже, я смотрю, к Рейденсу. Ну он даже взял в двоечку стана, интересно как. Взял стан в двоечку, перчатку не купил. У него уже почти на сакра такая накапала... ...генжат нормально. Да, ему тут еще и помогают стаки фармить, так что вообще очень быстро фарм у него идет, и с ранним Радиком достаточно, он будет крайне болезнен в файсе. Хороший патч для Эльчачи, собственно. Его любимый герой, да. Его любимый Радик. Его любимый герой сейчас просто очень актуален. Является одним из лучших героев патча. Любимый сетап Эльчачи — это взять Радик на кому угодно, а потом еще подобрать Clock of the Flames и ходить сжечь. Ходить гореть. Так, ну тут видим, кажется, Стингер должен будет умирать, Рик его засолил в одиночку, у него, причем, даже близко нет пока что диффузала, но в 15-минуте уж точно дофармят. И опять погибает Лео Стайл на миде, теперь уже второй раз подряд. И Франк попытается отомстить, Виспе разобрать. Паш уже свой выдал, и поэтому не факт, что получится, но дожигает Феникс, поэтому срабатывает возможность сделать фраг. И Киеван может потерять свою первую жизнь, хотя у него получилось оступить благодаря той арене, которая до сих пор стояла от Марса. И дальше у нас нападение, теперь будет продолжаться на Франка. Франка хотят добить, и есть Сайленс от Рики, который попытается помешать, но не получилось помешать. Все равно Франк погибает. Киевана, может быть, получится выбить, но у него будет еще вторая жизнь. А вот мидер их уже никак не спасти. Ну и что тут теперь? МНЗ пошел у всех душить и резать? Ну, не факт, кстати. Стингер пришел, видимо, Вендетту устраивать. Солбайм не попадает в Рики. Рики отблинкивается, но его добивает. Ракета, которая, кстати говоря, у Скопилда вкачена в 4. Посмотри, какой у него билт интересный. У него были батарейки в 1. Но он замахнул, да. 4 вот до этого момента, до того, как он восьмой уровень. А вот здесь у Рики получил восьмой уровень. Интересная, конечно, драка получилась. Я за время этого тимфайта успел обратить внимание на Рики Мару, который покупает Дефуз. Что вроде бы казалось бы нормально для Рики Мару, но зачем он является единственным кэрером? У него в миде Пангольер. У него в миде не Темпларка, Ларка и Медуза. В Америке это просто дефолт. Никто иначе не собирается. Только Дефуз первым предметом и больше ничего. Там интересно, Пангольера догоняет просто копье и добивает, даже не пригвоздив. Ну и Скоп тут, видим, кажется, здесь уже останется. Но размин хороший, конечно же, мидера на четверку променять. Ну вот Бескоста начинает душить уже 4000 преимущества и надо бы пройтись по тейдинг-вышкой. На миде, я думаю, что они осилят вполне. Рики очень сильно в темпите. А, он дальше Яшу вообще покупает. Ну, это, говорю, дефолт. Монта сначала Дефуз, потом Монта. Но тут он решил ВФ все-таки перестроиться. Один из вариантов дефолта. Здесь, да. Ему Монта не помогает. То есть, ему Монта поможет этот самый сбрасывать десты с себя. Но если его схватят с Олбайндом, Монта не поможет. Если в него прилетят станы, Монта не поможет. Вот Монтой, ладно, Монтой можно там стан ВК задоварить. Но остальными, повторюсь, вот это, отказался от Монты, берет ВФ. Это норм. Но все равно, мне кажется, ему лучше было бы прям ВФ первым слотом. Вот, потому что вряд ли наступит... Так больше в Европе собираются, да. И Китае. Вряд ли наступит такой момент в игре, когда Рикки такой пойдет с диффузами и скажет, блин, пацаны, сейчас убью ВК, у него не будет реинкарнации. Погнали. У ВК там как бы стики есть. Раз. И скоро 20 уровень, если ВК почувствует, что ему этих стиков не хватает, а ему может элементарно этих стиков хватить. Просто, чтобы, ну, ему не успеют просто ману сжечь. Он может даже на 20-м не купить шарт, если почувствует, что его команда хорошо все делает и доминирует в данный момент на карте. Поэтому, ну, диффуз... Считать, что он куплен против ВК, это, ну, немного странно. Потому что он довольно дешево доджится, да. Он, во-первых, дешево доджится, а во-вторых, ну, как-то, я даже не знаю, ты можешь просто, ну, не сжечь нормально в Рейскингуману. Полетел Плокверк, немножко не попадает Снэпфайр здесь. Если он с этим диффузом сейчас пойдет и всех порежет, тогда, ну, я возьму свои слова обратно. Ну, вот в темпе нужно было до 50 минут высотой. Ну, вот Солбайн пошел, и все, ничего не нажать. Долетят скиллы там. Ну, тут яйцо пока что стоит, яйцо не будут пытаться разбивать, видимо, и так и останется оно. Правда, Виспер, скорее всего, здесь уже оставят в стане, но все остальные разбегутся, воспользовавшись этим станом. Получается у Рики уйти. Прошу, вообще не получается у Рики уйти, а все остальные вроде справились, но нет, догоняют еще и Феникса, так что Феникс тоже останется здесь. Да, реализация диффузов так себе прошла. Это еще не очень хорошо скиллы легли, потому что под Солбайн застанеть Рики ничем не получилось. Там, добежал как-то Гримстроук, его что-то подцепил, Инксвелом там, совсем чуть-чуть, немножко его простанил. Там просто долетело в него всякого разного ракета, ульт Снэпфайр туда прилетел, еще какие-то там Строков фейт какой-то заветели. Ой-ой-ой, пранка подцепили внизу, Виспер поставил арену и изи праг получился. Вообще пушечное мясо теперь у нас Слордар какой-то. Вроде казалось, полгодаит ХП, Виспер вообще не ощущает. О чем речь? Ты не хочешь брать Слордара, сейчас Слордар вообще не очень хороший, герой начнем с этого. Ты не хочешь брать Слордара в очевидно лузовый матчап. Ты видишь Гримстроука в Рейс Кинга, ты не можешь там играть Слордаром. Ну не можешь. Только если бы затамповал Рикки на самом деле, мне кажется. С виспом можешь. Вот Слордар визу. Да даже на самом деле не в этом дело, знаешь. Рикки-то затамповал, а ты-то на какой бест на Слордаре нужен. Сейчас вот очень часто можно услышать такую фразу, что типа вот какая-то команда думает только о стадии лайнер. Сейчас такая дота, что если ты не думаешь о стадии лайнер, ты 20 минут не отыграешь. Просто вот встанешь на Респейт и будешь стоять и смотреть, как враг забирает 4 баунти, если ты не подумаешь о стадии лайнер. Поэтому ты всегда должен думать в двух направлениях. Это первое. Это какие-то хорошие персонажи, которые работают по игре сами по себе. И второе. Это как ты будешь линии стоять. У тебя может быть сколь угодно хороший тимфайт с Фениксом, с Энигмой, там с каким-то, я не знаю, с ультой Снэпфайр. Но если ты будешь 12 уровнем, а соперник будет 18 или 20, и у него на каждом герое на один слот больше, а это именно за счет выигранной стадии лайнер, что-то много происходит, то ты не можешь подраться с этим тимфайтом. Ладно, тут Смоук у нас отрейден, бегут они, ставят такой достаточно наглый вард, который, конечно же, легко будет разбит, но может быть успеют его как-то реализовать. Полетел Чача, летающий король-скелет. Они видели Рики здесь, но не получилось его зацепить. Они планировали какую-то наживку покрупнее все-таки словить. И если его ставил, по которому печенька-креслак то ли не попал, то ли не пытался попасть, но все равно они открыли себе выход к Т1-вышке на миде, которую сейчас можно забрать. Но они хотят погоняться, видимо, за героями еще. Попытались Клоккад цепануть, а Клокк оказался слишком толстый. У Клоккад 1800 кп, у Слордара 1900. Ну, как бы, тройка-четверка, одиннадцатый уровень Слордара, одиннадцатый уровень Клоккер. То есть они, в принципе, на равных. По Нетворса у них... Ну, ладно, по Нетворса у Слордара на двоечку побольше. Тут зариколили Лево, но как-то в Клоккер, который под Т2-вышкой, даже если вы его убьете, туда прилетят еще какие-то... Приятно, конечно, это приятно, но просто даже если вы его убьете, то там, может быть, какие-то сейв-тпшки, вы явно рискуете больше, чем тот профит, который вы получите за убийство. Эрики бегает. Не знаю, вот... Он в данный момент с БФом он бы очень-очень хорошо фармил, но он купил диффуз и не может ни черта нафармить. И никого убить не может. Ну да, потому что изначально это все планировалось для того, чтобы он быстро его собрал и потом шел убивать. Но сейчас нету ни сетапа по драку, разве что какой-то минус армор от Слордара может помочь. Но и сейчас этого слишком мало уже, потому что перефиженный уже льчач очень сильно и виспер тоже не так-то просто дается. Ну, в общем, и скоров некого зацепить. Хотя, казалось бы, три силача в минус армор они будут очень хорошо чувствовать. И сейчас Рикки могут и убить. Есть от него триков до трейд. И да, хватит ультимейта бабки, чтобы его добить. Ли, нет, подождите-ка, он пока что еще живет на эссенс ринге и осталось совсем немного хп. Инвиз! Инвиз нет, все-таки КА-3-ца получилось поставить Сентрак и убить его. Теперь уже ультимативно от Стингера пошла. И Стингер может еще два фрага таким образом застапить. Ставится супернова. Лилл Шредер подрубается и Лико, собственно, позицию и уходит отсюда. Хотя Ки-1, ну, тут его даже не продамажить. Видимо, то, что работает пока что хорошо. И сейчас выходит в блокерок, да. Ультует, правда, по котлу. Это довольно дешевый фраг. Хотелось бы что-то подороже здесь взять. Но так тоже неплохо. Преимущество вырастает до 9 тысяч. Ну, вот о чем и говорилось на стадии драфта. Как бы лайнинг не проигран, ребята бегут, куча станов, куча не укопает. Ой, а вот и франк. Вот и жертвы крупнее, казалось бы. Хотя посмотрим сейчас. Может, еще кто-нибудь попадется. Там ТП делает Рики, но он тут явно ни на что не способен. Он вообще как-то выйти даже лишний раз не может. Все в центрях, в том месте, где была драка. И, наверное, можно было бы уже эти два вышечку поковырять наверху, раз уж там хрипы рядом были, раз уж они там поубивали народ. Но они хотят, возможно, больше на Рошана или с выигранных денег что-то себе набрать. Потому что у ВК уже без 400 рублей есть БКБ. А с БКБ он здесь будет чувствовать себя абсолютно свободно. Интересно, Ки-1 такой делает прям безопасный билд для такой игры. Вот именно БКБ хочет. Ему вроде не сильно здесь мешают. Можно было Дизольчик какой-то придумать. Можно было бы Даггер, можно было бы Керасу. И еще меня всегда прикалывает вот эта вот сборка на Рейскингах через башер, когда не берут люди ни Мидаса, ни какого-то Армлета, ни Керасы. Ты просто берешь башера, у тебя тупо ноль скорости атаки. Пытаешься там дать три удара, чтобы баш... Ну, не знаю. Мне кажется, это непрофитно. Ну, я думаю, что после башера как раз-таки он будет в Керасу выходить, просто решил сначала. Ну, это уже после башера, понимаешь? Хотелось бы, конечно, услышать мнение хорошего игрока на Рейскинге по этому поводу. Например, Никита Дахака Кузьмина, популярного стримера и великолепного игрока на первой позиции. Так, тут худшот пошел на котла. Да, внизу у нас фитпес начался, уже Франка забрали, и, в принципе, Мусс, он не такая крупная жертва, чтобы за него слишком сильно запрягаться, но он тоже так же подставился и погиб. Даблкил для Виспера, который, кстати, себе тоже уже и Юл, и Блинк собирает. Вот это как раз идеальный сетап для того, чтобы точно не пропустить никакой фрак. Крепочек прилетает по Пангольеру, Сайланс прилетает, он уже вкачан там в тройку, поэтому три удара требуется, Пангольер просто не успевает разбить пиявочку и отправляется в таверну. Ну, что у нас? Счет 25-6, не знаю. Смотрим уже окончание этой карты, как вот охарактеризовать уже эту игру. Хотя, конечно, вот Радиант бегают, Бесткосты бегают по всей карте, убивают, ну, разных героев, да, большое преимущество, но Т2-вышки все стоят, они их как-то не особо охотно пушат. Если они все-таки пойдут пушить, то могут ли как-то Дайер там удачно драку принять, я вот пытаюсь понять. Вангольеру ультануть не дадут. Скорее всего. Феникс ультануть не дадут. Феникс, то может как-то и ультанет, но там бабушка не постоит долго, и даже если там попытаются его прикрыть, нашли Феникса, Феникса, Каатом. Попал! Идеально просто попал, да, Сколоку, Крамбоженька здесь сыграл, и последняя Нэа заканчивает жизнь этого Феникса. Ну, вот я думала, что они все-таки заберут Аегиса, после этого пойдут по Т2-вышкам, но видим то, этот экшн спадает, и можно спокойно забирать этот тавер. Причем не сказать, что там тут какое-то огромное количество тавер-деможа, все просто с руки скидываются, и вот действительно не хватает, наверное, какой-то керасы для хайграунда, чтобы просто заходить и по-быстрому сносить вышки. Именно с арморщика я так смитываю. А на 15-м там 12 силы, да? Ну, это хороший как-то талант тоже для Брейскинга. Большинство игроков его качают. Ну, тоже не на путь, да. Да, сейчас были бы скелетики очень бы быстро как бы с этим разобрались. Там Коттл, правда, тует, да. Наверное, недолго спрашивали. Ну, они-то три вышку на халяву забрали вообще при пяти живых соперниках. Тут мне кажется, что Тандер Фредатор уже сами не особо верят в то, что они могут это отдефать. И видим то, что Мус буквально с одного критаули и тело практически как-то не смог помочь здесь лазером Феникс и надо бы отказать теперь уже. Слушай, там скипнул крипов Пангалер. Жулик ультует, получает хукшот, но получает его прямо от такого роллинг тандера. У него нету ТП, поэтому, возможно, его на прихвате как-то поймают. Вот там, кстати, как раз ему навстречу идут. 9 секунд до телепорта. Надо бежать в лес. Мне кажется, он как-то здесь запрячится. Смотри, на смоках как бегут-то. Мне кажется, если сейчас блинканется Марс как-то удачно. Вот, он понимает, что смок спалился, значит, где-то здесь Пангальер, он блинкуется в леса и теперь должен улетать по-хорошему. Нет, там тяжело. Если бы Копьем попал бы вот случайно как-то Марс, то, наверное, бы удалось бы убить, но, конечно, рассчитывать на это не приходится. Так, один случай там из десятишки ты так попадешь примерно. Рошаны идут забирать без косты. Заберут, скорее всего. БФчик появляется на 24-й минуте. Не голый БФчик, а БФчик с диффузом. Уже нужно что-то в стиле Блокенбара, что ли, иметь хотя бы. И то здесь через БКБ есть чем подловить. Это самое печальное. С БФом Рикки очень много дэмэджа наносят. Посмотрим. Может быть, как-то удастся. Им нужно, вот если подумать, какие вообще есть шансы и как нужно себя вести сейчас на карте Дайер, чтобы у них были какие-то возможности выиграть, им нужно убить Гримстроука. Если они убьют Гримстроука, тогда сможет ультануть Панголер. Если сможет ультануть Панголер, то Рикки сможет получить какое-то пространство в тимфайте, чтобы дать пару блинков, там пару триксов за трейд. Может быть, что-то получится. Пока жив Гримстроук, то Панголер не покатится, Рикки, соответственно, ну, он там нажмет один раз блинка, получит три стана в лицо и умрет. Благополучно. Рикки бы дожить еще как-то до таланта на 25-м. У него очень низкий левел, ВК сейчас уже 20-й взял, а вот у Рикки только 16-й поднялся, Е2-Е2. И вот без таланта на трик в трейд как-то немножечко трудно составить драку так, чтобы тебя точно не фокуснули. Даже если тебя Пангольер, казалось бы, не фокуснет, если его получится первым убить, все равно могут возникнуть проблемы. Но сейчас будем смотреть на реализацию Егиса. Мне кажется, здесь как раз можно пройтись по миду и в сторону забрать, если удачно получится. Но пока видим то, что без косты вниз стягиваются и хотят там-то два забрать. Может, кстати, и на хайграунд пойти, почему нет? У них все есть. Егис, кстати говоря, у бабки, да? У бабки. ВК не захотел. И явно три раза и не понадобится его убивать. Поэтому, я думаю, из-за этого решили отдать Егис бабке. Нет, это само собой. Мне кажется, даже когда ВК можно убить дважды, все равно ему Егис как-то не особо отдают. Да нет, но иногда берут просто прям оверфарм машины, но есть риск, что тебя убьют. А здесь у него БКБ 10 секундное есть, у него две жизни есть, которые и то, и второе дело не доходят почти всегда. Так что, вот, видимо, хайграунд идут, абсолютно спокойно сносят почти всю-то тревышку и скорее всего донесут ее. И тут у Киевана проблемы с хпшкой, надо бы отойти. Я думаю, что Скоффик может ему просто закинуть один из спритвеселов и можно развернуться и снова на бой. Крипов отходит как раз. На хайграунд все-таки не особо приятно заходить. Вот этот вот проклятый Коттл, он не дает по-человечески просто пойти сломать вышку, все время задувает. Крипов убивает тебя, дамажит. Приятного мало Рики. А не крипов. Да, Рики сприт пушит, ему бы, кстати, это 18-й по аппусу. Хотя бы 18-й, да. Опаньки, поймали Лео Стайл и сразу в мгновение его смесли. Это минус Т-3 вышка однозначно. Дальше у нас будет уже выход, скорее всего, на Феникса, который почти догорел от ультимейта по аппке, но не получилось его добить. Дальше у нас будет барак падать. Да, Киеван просто на АФК бьет эти бараки. И с этой стороны не уйдут. Их тоже задувает, но тут две задувки надо. Да, в целом, видимо, так терпит нормально. Еще к листикам так помогают. Наверное, отдавать будут, да, без косты эту линию. Будут ждать, пока Аегис у бабки исчезнет, поскольку сейчас вообще не представляется возможно подраться. Аегис исчезнет, правда, через 2,5 минуты. За это время можно и тронуть, да. Ну, трон, вряд ли. Так, Клокер полетел. Хорошо, у Слардара есть БКБ, шкону скрывает ее, активируется, используется и СМС. Клокер там пошел на джетпаке летать. Я только сейчас увидел, что у него куплен шар. Да, слушай, он еще и быстрый такой, ничего себе, с этим шардом. Ну, смотри, сторону снесли, в принципе, драку лишний раз навязывать не стали, Рикки на пофиг продолжал фармить все это время. И он, кстати, собирается покупать себе манта стайл все-таки. То есть он решил аппетит по деполту не отказываться. Конечно, когда АПФ есть, там понятное дело, что манта это неплохой предмет, подцепили его, что там Патриксов за трейдом, есть, отступали. Ой, попали! В слепую попал. Его не видели. Во второй раз в слепую попадает. Да, действительно, очень хорошо сыграно. Хотя даже, дофармился. Даже если бы там был бы какой-то аппсервер вард, или, ну, там, ну, точнее, даже если бы там был бы какой-то сентри вард, все равно бы он в слепую, можно сказать, попал, потому что Вижн там вроде не было, или он там ракетку кинул. Ну, в общем, ладно, неважно. Пытается Пангалияр опять пойти крип скипнуть. Владкарс покупает у нас Марс для дополнительной ауры, чтобы было демиджа побольше. Ну, лайфстил тоже приятно, конечно. И выпадают новые шмотки, которые Бесткост сейчас дофармливают. Да, игра, конечно, такая уже без интриги, к сожалению. Да, на самом деле, вот хочется дождаться, когда финальный бой Бесткост дадут. И с ней все просто уже пить в сторону, да. И уже идти в сторону, да. Что называется. Ну, на самом-то деле, там, ответатор до этой катки, они смотрелись крайне плотно, даже в этой лиге конкретно. Но, судя по всему, все-таки у нас, когда был онлайн-период, так скажем, этих лиг, Бесткост просто играли гораздо больше на расслабоне. Иногда были игры, на которые ты смотришь, и там видно то, что Иван не то, что левой рукой, он, скорее всего, левой ногой играл. И там большие проблемы из-за этого возникали. То есть они особо не старались и расслаблялись, как обычно, знаешь, расслабляются там какие-нибудь тир-1 команды вообще международного уровня. Но, в принципе, Бесткост будем надеяться, что в этом плане сдержат марку того сезона последнего, который проходил уже на ланах и будут давать бой к командам. Расслабляться тоже надо уметь, так что... Ну, они явно умели расслабляться, потому что я смотрела. Ни в том месте только, да. Ну, в общем, нет. Там, в принципе, довольно маленькие призовые были на этих лигах. Стараться было особо не за что. Бесткост довольно богат организацией Северной Америки. То есть я думаю, что там зарплаты были такие, что можно было позволить себе расслабиться. Хотя, черт его знает. Ну, Бесткост, в общем, топчик пока держит свой. Они действительно очень хорошо стартанули в первом дивизионе. И нет пока причин сомневаться в том, что они не возьмут слот на мажор. А вот Андерпредатор хотелось бы, чтобы они на второе могли рассчитывать место. Потому что они действительно на фоне всех остальных сильнейшей команды Южной Америки. И во время онлайн-лиг как раз таки казалось, что местами они смогут одних перуанских парней заменить собой другими перуанскими парнями. Вообще, интересна такая разница вот именно по странам. То, что в Перу в Доту катают много и как-то поуспешнее, чем, допустим, в той же Бразилии. Потому что бразильские стаки они все время как-то ну, больших успехов не добивались. Разве что SG какие-нибудь на одном каком-то мажоре и все. И больше ничего. Там Брейскинг переложил себе... А, у него Драгонскейл все-таки у него там, по-моему, был. Колчан. Волшебный. Появляется Абисал Блейд у Ки-1 и дальше попытка выйти в Кирасу. Очень сильно тянут время Дайра. Очень сильно. То есть, Рикки там, в принципе... А он от Манты отказался? Я что-то не понял. Видимо, да. Он Аганимчик хочет купить. Но на самом-то деле Аганим здесь был бы уместен, если было бы действительно на кого положиться. Кого-то живучего, в ком можно вот именно посидеть при каком-то трейде. А тут такое ощущение, что может не возникнуть такой ситуации, если честно. Но он, видимо, для собственной сохранности это делает. В Смоук выходит Дайр, а Егиса там нет. В барабаны постучали. Сейчас увидит Марса. Здесь Марса в Рейскинге. Ну вот если Марс... Ой, он блин, курица. Среагировал отлично. Сейчас попытается подальше от Эльо Стайла. Ну да, явно нечего ловить. Как бы за чейнстан можно было бы его попробовать как-то заковырять, если бы Бангальяр там покрутился-повертелся. Тут ему дают Сайланс. Эльо Стайл попался. Ну всё. Ну всё. И байбека нет. 90 секунд. А он выкупался, да? Да, да. Ну он как раз после байбека и умер сейчас. Куда-то не туда покатился. Ну он давно выкупался как раз-таки, когда-то внизу у нас заходили. Да, там 3 минуты и ну когда ещё байбек. И конечно же это зелёный свет для команды Бестпост, чтобы пойти и спушить до конца уже линию в топе. Ну можно и мид внести как раз-таки. Там готовит Марс под это дело площадку. Можно вообще бросить этот барак и крипы добьют. И сами займутся уже мега-крипами. Ну да, тут в принципе вопрос ГГ. Как-то неизбежен. Вот пытается Рики? Да, попытаются может последнюю драку как-то принять. У Рики слишком долго для... Покупает поинт-бустер. А на байбек у него денег нет. Ну если хотят дать последнюю драку, уж лучше как бы влететь, забайтить скиллы и выкупиться. Или они против мега-крипов решили проиграть. Полетел Грим. Мне кажется, что поделить нужна последняя драка. Всё это время здесь не было Рики и сейчас он тоже не торопится к своей команде. Но забрали при этом уже их пятую позицию. Он всё это время, а пока что он, не знаю, мне кажется, за последние минут 15 в одной драке не принял участие со своей командой. Они как-то без него пытались дефаться. И вот он пытался вынести себе максимальное количество денег, максимальное количество левелов. Но пока видим то, что всё равно он надёжно отстаёт. Пора подраться? Последние 3-4 вышкам. Рики приходят. Аганима у него нет, байбэка у него нет. Мега-крипы уже начинают идти. Ставится Арвена, фукшот, Феникса подцепили, кажется, убили. А, тут БКБ от бабки не плевать вообще на Саленс, который Рики на неё кинул. Эта тучка никого не интересует. И всё. Изолятор ещё на базе у противника Виспер купил. Так что теперь может его вынести этот трон по-быстрому. Ну а тут, видимо, так хорошо справляются. Виспер уже фраги набивает, Киеван тоже развлекается по фонтанам. Ну и ГГ, понятное дело, у нас пишется здесь. Ну, в общем-то, да. Ничего удивительного. Ну так, базахалитка у нас получилась, да. Да, драфт, мне кажется, всё-таки проигран. Как-то странно. Ну, уже про это тысячу раз говорили, блин, что Слардар тоже очень странно выглядел, когда ты видел уже линию сложной. Ну, наверное, можно было героев каких-то поинтереснее придумать. Тоже увидели Гримстроука, взяли какого-то Пангольера, добрали, если я не ошибаюсь. Или там уже Гримстроука взяли примерно на одной стадии. Пангольера был... Да, это было на одной стадии. Ну, ладно. Тем не менее, делать Пангольера кор персонажем, когда у соперника Гримстроук, это, ну, просто немножко глупо, потому что враг контрит твоего сильного персонажа. Если бы ты сделал бы Пангольера саппортом, например, четвёрка, то враг бы контрил твоего, типа, слабого героя, героя поддержки. А на миде у тебя был бы ещё какой-нибудь там зверь, там какой-нибудь Эмбер Спирит или там Воид Спирит, который мог бы, кстати говоря, ворваться на этого Гримстроука и дать в него скиллы и убить его, чтобы для Пангольера как-то была ситуация попроще. А тут уже, ну, вот мы, как видим, никак. Ладно, без кост очень далеко выигрывают. Думаю, что где-то 5-10 минут рекламно-музыкальная пауза и мы с Дарьей вернёмся, когда немножечко прогрузится драфт второй карты, далеко не убегайте. Продолжение следует...